Детский сад в Сосновке, пожалуй, самый ожидаемый объект в поселке. Подрядчик уже два раза откладывал новоселье. Сейчас обещает сдать детсад в январе будущего года. Наша съемочная группа побывала в Заволжье и убедилась, что работа на объекте кипит. В Заволжье работают три дошкольных учреждения, и все они заполнены до предела. Построенные еще в 40-е годы, садики, конечно же, не могут конкурировать с новыми. У нас места не хватает. Например, дети, которые очень хотят в детский сад, по одной причине родители, может быть, не пускают детей, потому что у нас нет условий. Условий, то есть группы маленькие, детей много. В трех корпусах у нас 116 детей. Учатся, играют и кушают дети в одном помещении. Здесь нет музыкального и спортивного залов, а на улице веранда, позволяющая гулять в любую погоду. Открытие нового здания решает сразу все проблемы. Они мечтают о новом садике. Это вот у них, наверное, сейчас уже такая самая заветная мечта. То есть уже въехать в новый садик. Прежде всего здесь откроются новые возможности для детского развития. Ведь современные стандарты жестко регламентируют работу дошкольных учреждений. Садик должен быть очень хорошим. Очень многие родители ждут бассейна. Музыкальный зал, физкультурный зал, зал для изостудия. То есть те по ФГОС, которые мы должны детей воспитывать. Марийская фирма «Стройград» ведет работы с ноября прошлого года и постоянно нарушает график. Находя все новые и новые причины. Недавно здесь побывал премьер-министр. Последнее обещание подрядчика – сдать объект в январе. Сейчас рабочие подводят коммуникации. С подачей тепла завершатся и отделочные работы. Полным ходом идет подготовка стен к покраске. Укладывается плитка в санузлах. Строится бассейн для будущих пловцов. Для удобства доставки еды в группы смонтировали лифт. Отдельный лифт предусмотрен для малышей с инвалидностью. Что снаружи, что внутри новостройки работа кипит. Окончание стройки с нетерпением ждут родители. Мы проживаем в Сосновке. Садик нам дали в год и пять, и мы очень хотим в него заехать. У меня двое детей. Одного ребенка я вожу в один сад, а второго – в другой сад. Места больше. Спальня отдельно, кухня отдельно. Ждем. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова